Эфиопия. Практически единственное африканское государство, которое смогло сохранить независимость. Многократные попытки великих держав Европы овладеть этим регионом не увенчались успехом. Еще совсем недавно здесь потерпело крушение Итальянское королевство. И вот спустя 40 лет оно желает вновь взять реванш и смыть себя позор, проигранной ею битвы при Адуа. В 1930 года новым императором Эфиопии становится Халли Селасия I. Согласно эфиопским источникам, он косвенно является потомком израильского царя Соломона. Халли Селасия разворачивает широкие преобразования в стране. Он реорганизует административные и судебные аппараты, модернизирует и перевооружает армию, принимает конституцию и формирует парламент. На внешнеполитической арене он добивается принятия Эфиопии в Лигу наций и ведет многовекторную внешнюю политику, умело лавируя между интересами Британии, Франции и Италии. Попутно извлекая из этого выгоду. Эфиопия при Халли Селасии превращается в настоящее правовое государство, и он даже попадает на обложку журнала Time. В это время в Италии к власти приходит правый популист Бенита Муссолини. Он берет курс на агрессивную внешнюю политику. Муссолини обещает взять реванш в войне с Эфиопией и обрести колонии, сопоставимые с великими державами Европы. В 1934 году итальянский генштаб начинает разработку плана по захвату Эфиопии. Командующим Северным фронтом назначается маршал Эмилио де Боно. Южным фронтом командует генерал Рудольфо Грациани. В это время Халли Селасии осознает надвигающуюся опасность. Многократные попытки закупить более современное вооружение не венчаются успехом. Халли Селасии обращается к Лиге наций, но та предлагает ему регулировать все дипломатическим путем. Поняв, что никто не поможет Эфиопии, Халли Селасии решает действовать самостоятельно и приступает к военизации Эфиопии. Он формирует ассоциацию эфиопских патриотов, набирает солдат в элитную гвардию Кибур Забанга и наконец объявляет мобилизацию. Под ружье, или точнее под копье, попадает 800 тысяч человек. Из них примитивными, но все же винтовками оснащается лишь половина. Остальные вооружаются копьями и луками. Удивительно, но помощь Эфиопии решает оказать нацистская Германия и Япония. Дело в том, что Италия препятствовала интересам Германии в Австрии, и посему Эфиопии были поставлены 16 тысяч винтовок и 600 пулеметов. А Япония помогает в отместку помощи Италии и Китаю, с которым она собирается воевать. Япония поддерживает Эфиопию оружием и медицинским оборудованием. Отдельного упоминания заслуживает султана Тауса. Эфиопия неоднократно пыталась завоевать этот регион, однако встречала упорное сопротивление. Султаном Аусы является Мохаммед Яйо. Султан, тесно сотрудничающий с итальянскими представителями, вызывает у Халю Селасия серьезные опасения. И как покажет в дальнейшем история, не напрасно. Тем временем подготовка итальянской армии завершается. Помимо итальянцев, под ружье попадают и местные туземцы, из которых формируется так называемая Рейджа Корпо де Труппы Клониали. Всего тут сконцентрировано 250 тысяч человек. Также сюда прибывают альпийские горнострелки и боевые верблюды, так как Эфиопия – это адовая смесь гор и пустынь. В это время в Риме между Италией и Францией подписывается соглашение, по которому Франция де-факто признает Эфиопию сферой влияния Италии и обещает не вмешиваться конфликт. Наконец из Рима приходит телеграмма о начале боевых действий. 3 октября, 5 часов утра, итальянская армия пересекает границу. Авиация начинает бомбардировку крупных городов. Султана Тауса пока сохраняет нейтралитет. Войска Эмилио де Бона делятся на три оперативные группы. Первая идет на Адиград, вторая на Адуа, а третья на Аксум. В 10 часов Халли Селасий выезжает в ДС, откуда берет командование армии на себя. Командующими Северным фронтом он назначает раса Имру, который, кстати, его двоюродный брат, и раса Каса. В то время в Эфиопии расов называли высших должностных лиц. Это некий аналог, сопоставимый с европейским герцогом. Тем временем южными частями эфиопской армии командует рас Дест Демптью. Рудольфо Грациани проводит ограниченное наступление, и фронт замирает. Основные боевые действия разворачиваются на севере. В ходе октябрьского наступления армия Эмилио де Бона занимает ключевые города, но совсем скоро у итальянцев начинаются проблемы. На оккупированных территориях разворачивается партизанская война. Грузовики с продовольствием подвергаются нападениям, посему совсем скоро наступление приостанавливается. В декабре войска раса Имру проводят наступление на Аксум, которое на удивление оказывается успешным. Гарнизон города состоял преимущественно из эритрейских туземцев, посему эфиопы с легкостью овладевают городом. Тем временем Халли Селасия требует от раса Касса немедленных действий. В ходе наступления ему удается освободить важные автодороги и пару мелких городов, где он закрепляется. Видя поражение итальянской армии, доча Бениту Муссолини приходит в ярость. Он не желает затягивания конфликта и по его требованию престарелый маршал Эмилио де Боно заменяется на маршала Пьетро Бадольо, который имеет североафриканский опыт борьбы с туземцами. По прибытии на фронт Бадольо сразу выявляет массу проблем в итальянской армии. Она плохо эгипирована и не имеет хороших путей снабжения. На оккупированных территориях активно партизанят эфиопы, а среди частей итальянской армии распространяется мародерство и торговля наградами. Вдобавок ко всему, итальянский солдат кошмарит фашистская милиция, посему они сильно деморализуются. Пьетро Бадольо приступает к реформированию армии. В это время эфиопы пользуются затишием. Им удается прорвать фронт и почти достигнуть перегородов Адуа. Однако новая реформированная итальянская армия отбрасывает эфиопские части. В ходе ответного наступления Пьетро Бадольо разрывает оперативную связь между расами Имру и Каса. Войска эфиопов оказываются разделенными на две изолированные группы. Пьетро Бадольо приступает к тактичному уничтожению каждой из них по отдельности. На самом деле, Эфиопия не была каким-то крепким и централизованным государством. Все провинции, выражающие интересы определенных племен, претендовали на высокую степень самостоятельности, а в перспективе и на возможный выход из-под контроля Адис-Абебы. Большая часть полевых командиров бездействует и игнорирует приказы императора. А многие феодалы не желают сжигать плантации и города, посему тонны продовольствия попадают в руки итальянцам. Также следует добавить и некомпетентность высшего офицерского состава, почти целиком состоявшего из знатных дворян, а не из талантливых молодых кадров. В это время султан Аусса Мохаммед Яйо переходит на сторону итальянцев, его вооруженные отряды присоединяются к итальянской армии. Тем временем итальянцы беспрепятственно переходят пустыни на своих боевых верблюдок, а также получают продовольствие по воздуху. Вскоре опорным пунктом в обороне эфиопов становится город Десе. В это время в Женеве Лига наций устраивает заседание. Британия посылает добровольцев из Индии, Египта и Южной Африки на помощь Эфиопии. Однако не запрещает использование Италии Суэцкого канала. США, которая для справки в Лиге наций не состоит, заявляет о намерении сохранять нейтралитет. Франция осуждает действия Италии, однако намеренно задерживает грузы с вооружением для Эфиопии. Советский Союз решительно выступает в защиту Эфиопии и призывает вести против Италии экономические санкции. Однако ряд стран выступают против и это решение отменяется. Вот так Лига наций никак не помешала агрессии со стороны Муссолини. В это время из Италии прибывают баллоны с ипритом и фазгеном. Этими отравляющими веществами итальянская авиация начинает уничтожать позиции эфиопов. Очевидно, что эфиопская армия противогаза не имеет, посему терпит большие или даже огромные потери. Этим Бенито Муссолини грубо нарушает Женевскую конвенцию 1925 года, но Италию лишь исключают из Лиги наций. Тем временем войска Пьетро Бадолио наголову разгромляют части эфиопской армии на северном направлении. В марте в ходе битвы при Индоселасе был разгромлен Рас Имру, самый талантливый эфиопский военачальник. Остатки эфиопской армии отступают к Ашенге и здесь Хайли Селасе I решает дать ожиточенный бой колонистам, который определит дальнейшую судьбу единственного независимого африканского государства. В аналог истории это сражение войдет как битва при Майчоу. В это время на юге войска генерала Рудольфо Грациани наносят ряд поражений армии раса Деста Демтью. В войне этот фронт не представляет интересы для обеих сторон, посему вскоре фронт здесь замирает. Тем временем на севере вовсю разгорается битва при Майчоу. Итальянские части переходят контрнаступление. Налетами с воздуха и мощным артиллерийским огнем уничтожается императорская гвардия Кибур Забанга. Вскоре основные эфиопские части терпят сокрушительное поражение. Битва при Майчоу проиграна, эфиопская армия перестает свое существование. Сопротивление могут оказывать лишь местные ополченцы, которые для итальянской армии не несут серьезной угрозы. Хайли Селасия делает последнее свое обращение к мировому сообществу с призывом о помощи, однако не получает должной реакции. Итальянские части начинают планомерное наступление. В апреле они берут бывшую ставку императора, город Дессе. Однако любое сопротивление уже бесполезно, что понимает и Хайли Селасия. В мае Британия предоставляет ему политическое убежище, и вскоре он выезжает в Джибути. Главой правительства Хайли Селасия назначает раса Имру. Через три дня моторизованные части вступают в Адис-Абебу, и итальянская армия занимает все ключевые города и автодороги. В Рим прибывает огромное количество эфиопской, эритрийской и сомалийской знаки, в числе которых различные князи-феодалы и вожди племен. На конференции они подписывают соглашение, признавая эти колонии частью единой итальянской Восточной Африки. Для Бенита Муссолини это становится настоящим африканским триумфом. Однако официальное эфиопское правительство во главе с Хайли Селасия не подписывает мирный договор, что означает фактическое продолжение конфликта. Его сторонники во главе с расом Имру начинают партизанское сопротивление горных районов, делая контроль Италии над Эфиопией неполным. Благодарю за просмотр, я буду рад вашей подписке на канал. Субтитры подогнал «Симон»